АЛЛАЯ Приветствую тебя! Это АЛЛАЯ из более поздних упоминаний о звездной системе Плея. АЛЛАЯ — это мое плеядеанское имя, и оно не имеет ничего общего ни с чем на Земле. Планета Земля находится в процессе трансформации, чтобы перейти в более высокое измерение с более высокой частотой вибрации. Чтобы достичь этого, планета должна быть свободна от негативных энергий. Настало время, чтобы люди Земли начали думать об исцелении планеты. Пришло время использовать настоящую любовь к себе, к другим и к природе. Перемена должна произойти в сердце, чтобы энергия могла воздействовать наружу. Это урок, который люди Земли должны услышать, чтобы перейти на более высокую стадию эволюции. Использование истинной любви и истинной любви — это решение для всего. Причина всего в жизни — это энергия. Все есть проявленная энергия. Каждая мысль и каждая эмоция создают жизнь, которую ты можешь видеть снаружи. Пока большинство земных людей создают ненависть, высокомерие, страх, эго, жадность, мошенничество и прославляют насилие и извращение. Они действуют против универсальных законов существования, против любви, что, конечно же, приводит к самоповрежденным страданиям, приему наркотиков и преступному поведению. В природе существование попытается исцелить эти разрушительные энергии наводнениями, землетрясениями, вулканами и штормами. До тех пор, пока крупные компании разрушают планету Земля, чрезмерно эксплуатируя ее только для получения собственной прибыли. Они создают экологические катастрофы и негативную карму, и они будут толкать миллионы людей от страдания, улучшения, голод, смерти. Пока деньги существуют на Земле, ты должен разумно использовать их в духовных целях. Чтобы дать всем людям на планете пищу, кровь и знания о Вселенной, они финансируют сигареты, оружие, политические шоу и спортивные стадины. Тайное правительство, которое контролирует планету, тратит миллиарды денег, чтобы держать население в неведении с помощью сигарет и примитивных спортивных мероприятий. Сражения на арене с современными гладиаторами, как и тысячи лет назад, чтобы сохранить разделение людей Земли на страны, подсознательно питающие ненависть к другим людям. Находясь на заднем плане, они могут продолжать свои темные проекты и секретные подземные базы, чтобы держать вас как рабов. Если ты хочешь удалить все эти негативные энергии, это должно быть извлечено на энергетическом уровне причине. Только когда энергия на Земле свободна от негатива, ты можешь создать светлые реальности, как на других планетах. Самая мощная целительная сила для этого — космическая энергия и любви. Многие работники света и лишние мусорные тонны специально воплотили Землю, чтобы помочь в преобразовании планеты. Они действуют как канал для космического света существования, чтобы нейтрализовать негативные энергии и помочь тем, кто готов в этой жизни стать осторожным и понять существование. Только дружелюбные люди способны распознать работников света. Мы, работники света, не имеем ничего общего ни с какой организацией или системой верований на Земле. Мы используем свет источника, энергию творения. Когда я выполняю свою работу с энергией света в одиночку или с группами, я часто использую энергетические места, такие как древние каменные круги, горы, пирамиды или круги на полях, чтобы увеличить энергию любви. Эта мощная энергия распространяется через морфогенетическое поле по всей планете и поднимает глобальную предавленность. Поскольку все взаимосвязано с энергией, чем больше людей будут использовать силу духовного света, тем быстрее ты сможешь освободить планету от ненависти и нежи, предотвратить стихийные бедствия и заблокировать тайное правительство. Вот уже много лет я веду группы вместо силы, чтобы заставить работать настоящий свет. В июне 2010 года мы отправились в энергетические заведения Англии. Здесь ты видишь каменный крупный света. Мы используем космическую энергию природы для того, чтобы исцелить планету. Этот космический свет не имеет ничего общего с вредными земными религиями или другими своевежениями. Это свет существования. Все и каждый являются частью этого, но это зависит от того, как ты используешь эту энергию. Большинство земных людей потеряли связь с источником, потому что они порождают ненависть или живут против законов природы по ненависти. Вот мы и в глазном биле, и мои легкие корабли всегда сопровождают нас, замаскированные подожлых или инвидиум. Если ты встретишь работника света или посетишь энергетические места, ты должен знать, что высокая космическая энергия, которую я не изучаю, начнет очищать твою энергию от любых негативных энергий. Если у кого-то есть незаживающие блокирующие паттерны, негативные программы, негативные качества характера, если кто-то одержим, если кто-то пристрастился к курению и алкоголу, все эти негативные энергии выйдут на поверхность, чтобы эти люди могли исцелить себя. Те, кто не признает этого, будут либо нападать и обменять работника света, либо других людей. Умный человек будет приветствовать энергию любви и будет использовать ее внуки. Осторожный человек замечает принцип причины и следствия и поднимается на более высокий звук в уровне, чтобы стать осторожным творением нашего дела. Два работника света знают, что у каждой причины есть следствие и что у любого следствия есть своя причина. Даже духовные инопланетяне, которые не воплотились на Земле, помогают в преобразовании Земли и твоего сознания. Иногда они общаются с помощью универсального языка сакральной геометрии, чтобы энергетически стимулировать и исцелять планету и восстановить. Вот мы и на круге, на полях, в Силбер-Хилл. Некоторые инопланетяне создают значки со своими космическими кораблями, излучая космическую энергию. Некоторые из высших измерений тонкого металла делают их только своим разумом и используют влазменные шансы. Некоторые пиктограммы с хромированными кругами даже из сознания самой Земли. Чтобы понять этот язык, ты должен использовать свой душ в качестве переводчика. Ты должен почувствовать энергию в кругах на полях и получить информацию внутри себя. И если ты создашь сильную световую энергию, вполне возможно, что темная сторона пошла в черный вертолет, чтобы исследовать эту энергию. У них есть секретная технология для обнаружения энергии на Земле. Если ты войдешь в настоящий круг на полях, сделанный из духовности с космической энергией, ты должен съесть несколько илогий, чтобы информация и энергия, содержащиеся в них, могли оказать более сильное влияние на твои тела и сознания. Эти круги на полях соответствуют сакральной геометрии в твоем энергетическом теле и запускают твое осознание и чувствительность более высоким чувством. Когда мы пошли на круг на полях в Старом Старуме, мы оставались там до поздней ночи, и после нашей любовной медитации на планету Земля, перед нами появилось много световых проектов, подавая нам световые сигналы. Некоторые круги на полях сделаны для того, чтобы помочь тебе изменить свое сознание и энергию и ускорить свою личную эволюцию. Один из этих кругов на полях был в Уилтоне. На этой пиктограмме кукурузы изображено вращающееся колесо, которое символизирует ваши вращающиеся колеса на три ваших чакрах. Поэтому, когда ты сидишь в этом круге на полях, ты должен медитировать и изобразировать, что круг на полях вращается. Это начнет раскручивать твои чакры и активирует для тебя больше духовного осознания. Обладая большей духовной осознанностью, ты способен посылать и активировать высшее видение любви и осознанности в других. Сейчас важно заставить свет работать в любой точке планеты, чтобы очистить все негативные энергии. Освободи планету от болезней, упадкой и эгоцентричным невежеством. Освободи планету от военных, религий, суеверий, лжи, тайных обществ и политиков. Помоги людям Земли осознать смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы активировать настоящую любовь в сердце и развивать сознание. Пошли энергию любви, и земное общество станет духовным и осознанным. Попроси поддержки у космического сознания и позволяя ей работать через тебя. Будь каналом любви.